Мама приготовила блинчики. Спасибо, мама. Сколько детей просят блинчиков? Что ты сказал, в реале там в животе будет, а с ним блинчик поест? Мама, мама приготовила блинчики. Все дети просят. Давай уже смейте все-таки. Сделай приятное всей семье. Профессиональный кулинар. Можно без меня. Я уже Насте предложила, я тесто разведу, Насте пожарю. Давай, не надо ее наценить. Ты просто сделай доброе дело. Все, для всей семьи. Не надо никого тут разводить. Да, просто доброе дело. Да, Слава? Лялечка там будет ура, ура, кричать. Мама приготовила блинчики. Давай, мамус, вставай, готовь нам блинчики. Да. Всем нравятся блинчики, все хотят блинчики. Слава давно блинчики не ел, я тоже не ел, да, Слава. Блинчики вредное едание. Год не ели, да, блинчики? Ты сама сказал, на воде полезные. Да, на воде там ничего такого вредного нету, так что давай. Лялька, уау, уау, блинчики. Лялька даже закричит. Вот давай, вставай, в общем, белые блинчики нам. Я подумаю. Мы хотим блинчики. Лялька такая, уау, уау, блинчики. Вставай, давай, будь же, будь же мамой. Твоя обязанность, Марин, такая. Блинчики готовить. Да. У вас есть, что поесть. Ничего у нас нету. Нету. Есть суп, есть мурица, есть гречка, там все ели. Мы блинчики не ели год. Да, блинчиков не было очень долго. Давай, дети кушать хотят. Ты же не можешь не оставить мужа голодом? Я вам говорю, там есть суп, есть гречка, есть курица, есть жареная картошка, иди и ешь. Ночью искал, ничего не нашел. Сладкого нету. Давай, давай блинчики. Да. Я подумаю. Да не надо думать, иди давай. Иди. Я на завязку твою. У тебя, получается, трое детей просят и муж. Маринка сказала отчитаться, все, что это мне приготовлено. Конечно, для меня это много, но Маринка приготовила. Дети уже поели с добавками, полные животы у них. Но это на воде. Блинчики, они не такие, получается, как бы калорийные. Там, конечно, она не пожарена на масле. Но такую вкусняшку я сейчас поем. Сейчас сначала зарядку сделаю, а потом уже поем. У нас гуляют на лошадке. Ну, все-таки, мы поехали с воришкой путешествовать, быстренько скататься до банка, потом скататься до этого, как он называется, скажи. В Ашаннух стелес ездить. Там обзор сегодня на полосу сделаем по Ешкам, а на гулянт канал закинем. Вот. Просто как подвигаться, мне говорится, такая движуха некая. У нас сегодня погода очень хорошая, тепло. 22 градуса. Саша поднято он просидел. Идет за всем. Ну да, зато выложили рецепт. Мне надо купить вишню для рецепта. Красота, ребят. Это такое лето прям чувствуется. Мы врали. Вообще, это для нас такая диковинка, ребят. Поехали. О, ребят, ничего, на голову. Хотели поехать в Ашаннух, а у нас, получается, там дорога перекрыта, потому что мост делают. Ну, не то, что перекрыта, она на одной стороне идет ремонт. По два часа, говорят, стоят только, чтобы на мост заехать. Ну, чтобы, грубо говоря, время не теряйте, чтобы не стоять в пробке, мы заехали. Чехо-на, да, называется? Уже не секраска стоян, так же, друзья. Вкусненько, горно, все. Сейчас вот выберет, Мария, что-то выбирает. Вкусненько, горно. Ляльку, покажи ляльку. Ляльку? Вот, у нас ляльку уже видно. Вот, все. Нам уже писали, что мальчик, мы, ребят, не знаем, потому что поворачиваются попой. У нас, Найск, это же такая ситуация была. Мы ее три раза делали УЗИ, да? И три раза она поворачивалась попой. В итоге мы уже ждали кого угодно. Готовы были, что к мальчику со своей девочкой родилась девочка. Славку увидели сразу же. Вот тут, наверное, тоже, наверное, девочка будет стесняться. На УЗИ прям, смотрела, как ножка, она переворачивается. Ну, жопу покажутся. Ну, все, сейчас мы пойдем, делаем показ. Ребята, Маринка уже раздевается. Вот сейчас, смотрите, как у нас принесли. Это получается съемочка сверху. Там салатики такие вот. Ну, прям вообще вкусненькие. Ваш раз ели, мне понравилось. Маринка говорит, попробовал у меня вошел раз, говорит, тоже хочу. Хорошо, сейчас мы вкусняшечку вот такую, ребят. Ну, Маринка, это будет санимая. Давай. Скажи, что тебе мешает? Пробовали вкусненькие? Вот я, правда, лимоном не сбрызгиваю. Я вот не любитель лимона. В плане того, что я отдельно его люблю. Там малыш говорит в животе уже. Бум-бум-бум, да? Вкусно. Вкусно. Там, кстати, получается вот так вот все это делал. Довольно мне. Да, вот это нам, я с кожей начинал писать, что мы все время едим. Ну, ребят, вкусно. Очень вкусно. Вообще прям, балдеж такой. Там еще чай надо будет. Чай тоже очень вкусный здесь. Сахар единственный турецкий, он не растворяется, но вкусный. Вот такой супчик. Сейчас помешаю. Там пельмешки из семги, а Маришка перестает вот такую штуку он там много тягет. И ты? Там тоже семга с сыром. Мне кажется, тоже салат наелась. Титра жопа. Да, я уже такой, он сметаный. У меня еще целая, я уже наелась. У меня сыру, я, короче, семгу вытаскал. Она не ест, а я ем креветки. Я у нее креветки взял. Вкусняшка. Спасибо огромное, очень вкусно. Смотрим реакцию, Марина. Как тебе? Ну, вот Маришка у нас все любит. Сыр вот такой, знаете, вообще обожает прям. Настя обожает. Я вообще к этому равнодушен. Ворог вот этот вот. Я вот наелся в деревне вот это раньше везем все. Картошку не обожаю, там, гречку вот эту. Я все это пережрал в детстве. Это вообще ничего не интересно. А я вот обидел. У меня были пельмешки, получается, из семги с куриным бульончиком. Очень вкусно, ребята. И салатик все это, все это, все это. Я хочу показать турецкий чай. Уверен, чуть-чуть турецкий сахар. У меня уже минут, наверное, вот он 10 у меня тут болтается. И вот так вот. С тупого кусочка. То есть, каким он был. Бульончик такими остался. Чуть-чуть. Потихонечку вообще тает, тает. И все, еле-еле. То есть, можно подливать просто и пить. Жопку отдает. Мне поменьше получается всего. Сыра поменьше. Сыра поменьше. Семги там внутри семга. Вкусный, ребята, очень запах. Прям как настоящие выпечки домашние. Ребенке очень нравится, да? Так тоненькое тесто, причин, не сказать, что много, но как бы она чувствуется. Поцарапал? Это Славку мне поцарапал. Точно, сегодня. Мы с ним сегодня бились. В общем, дурачка была. Смотрите, какая жила. Вроде как все, но елась, не могу больше. Но я жила прям, когда-то не с ним морозами. Мне принести шоколадный рай, а мне вот такой получается вкусный. А мне ореховый кайф. Да, ореховый. Ну, шоколадный получается. Мы в прошлый раз ели, но нам нравилось, как оно морожено. Так, вкуснешка? Ммм. Вот, как мы все оформили, все. Мягко. Чай прям бескончаемый, и сахар такой вкусный, ребята. Получается, вот одну вот кусочек кинул, хватает, ну, и стаканчик кайф. Он сам так повторяется по себе, но не сильно слабо, к самому. Миндайли, сундук. Марионика, там куча-куча всего орехов. У меня прям вообще вкусняшка, ребята. Красота. Я уже этот шлук съел. Марионика не сказал, как называется, я не взбираюсь, короче. Ну-ка. У меня с шоколадным топпингом еще полито. Это жопа. Буярит мою порцию. Ее там стоит. Я сделала белое мороженое, мне принесли шоколадное, я шоколадное не любила. Ты с орехами сказала. А мне ты с царского шоколадное. А это с шоколадным, да. Не говорил, я слышал. Просто сказал на выбор. Угу. Например, шоколадное. Там у меня были взбитые сливки, я специально намешал, думаю, меньше есть будет. Ну, я говорю, что ты намешал, ругается и керачит. Это не я, это лялька в животе. Короче, сейчас она поела, получается, рыбу, салат, семгу, семгу вареную, выпечку с сыром. С семгу с сыром. И маршруем. Салат и мороженое. У меня там такое буржа в животе. Маринка была удивлена, говорит, слушай, здесь вообще просто супер. Сделана, говорит, табличка, как все, да, вот, как бы. Почему в Турции унитаза нет? Вот. Я такой, говорю, и что она так была восхищена, ребят? Армия, блядь, у нас в армии такие, для гигиены. Все, короче, мы покушали, погнали мы в Ашан. Вот так это выглядит, получается, чехана на Ленина. Такой барбос, пьет классный. Все люди сидят, кушают шишечки, отдыхают на улице, красота, праздник, души. Ну, я в армии не была. Ну, я говорю, что Маринка, она в армии не служила, получается, соответственно, в лицее милиции у них там уже как-то более, видимо, под евростандарты были, унитазы. Служила она, училась в академии полиции, там, видимо, тоже. Но я служил в армии. И вот по утрам, сидя там, один орлом сидит на таком вот как бы турецком, как его назвать-то? Унитазе. Ну, унитазе турецком. А с четырех краев стоят и еще нужду малую исправляют. То есть тот сидит, получается, как в позе орла и по бокам вот так стоят, потому что, кто помнит в учебках, кто был в армии, время очень мало давали именно на подъем, помывку, и надо было уже выбежать. Само уже когда в роте служишь, да, там, или в части, ну, там, где там, ну, грубо говоря, уже нету, да, такого. А когда ты именно в сучебке, вот с утра такой вот орел сидит посередине, и четыре там вокруг его окружают. Ой, жопу всем обсывали, да? Нет, попадали, знаешь, как бы это. Наринка говорит, гигиеничный, я говорю, конечно, гигиеничный, я сейчас зашел, думаю, в армию попал, да, еб, пиздец. Ну, что-то я сегодня уже собрался как-то, настроился, что, приехали, пожрали в городе, да, что-то, что-то у меня вообще молодец. Ну, я главное считаю. Давай прокатимся, что-то, я люблю кататься. Бензин потратим, да? Ну, я тихонечко еду, не быстро. Ну, что, прокатимся, это прикольно же. Ну, да. Ну, что, поели мы с Сашей на 1140 у нас вышло? Да, ну, 100 рублей чаевых не считаем, мы ставили, потому что парень молодец, он все быстро делал, как бы, вообще, прям, четко, да? Подливал чаечки, ну, такой хороший парень, воспитанный. Вообще-то, как бы, вот, мы уже кушаем не первый раз, там именно официанты, они, прям, такие, знаете, хорошие, знают, прям, от и до любое блюдо, то есть, по любому блюду они могут рассказать. Вот рядом стояла девушка, новым клиентам рассказывала, она говорит, у нас сейчас по-другому оформляются блюда, рассказала, как подается блюдо, что отдельно там у них, видимо, ломтики хлеба поджаренные, я просто не краем уха, так сказать, слышала. То есть, все полностью состав рассказала, да, и саму подачу, там, помидорки для украшений, то есть, она все рассказала. Вот, а молодой человек у нас даже, это, сначала принес чайник, говорит, подождите, он заварится, через какое-то время он подошел, сам налил чай. То есть, все хорошо. И все быстро обслужили нас, как бы, как бы. Не ждали, практически, вот мы как пришли, через пять минут он принес чай, там, пять, условно, семь минут, да, потом, то есть, через пять-десять минут он принес буквально вот салатик уже сделан. Хотя у них два зала, один с кальяном, один, как бы, для некурящих, полный залы верхний и нижний. И нижний тоже, то есть. И люди идут, как бы, одни выходят, другие, то есть, свободных столиков-то практически нет. Ну, сегодня пятница вечер. С нами, с левой стороны, видели, мальчик сидел с девочкой, то есть, молодые, они вообще, получается, заказали, получили, это картошку фри, бургеры, как бы, и пепси-колы. И пепси-колы, и маленькая свеклянная петлячка настоящая. Он говорит, сахар у нас турецкий, я так понял, у них прямые поставки, то есть, они по каким-то продуктам делают прямые поставки, и вот у них за счет этого еще ходят. Цены недорогие, ну, и, получается, продукты, как бы, оригинальные. Ну, вкусно, ребят, врать не буду, вкусно, да? Сытно, вкусно, и, как бы, порции достаточно большие получаются. То есть, мы просто посчитали, смотри, если съездить тот же Макдональдс, либо же сейчас чикен мы съездили, либо еще куда-нибудь, у нас, в принципе, вышло чуть дороже даже, чем здесь. Если бы мороженое сейчас не взяли, мороженое было лишнее уже, просто лишнее, на самом деле. Вот, если бы мороженое не взяли, то, в принципе... Просто, когда идешь голодным, глаза разбегаются, охота, все. Я, в принципе, когда съела салат, я уже наелась. То есть, вот, а если бы без мороженого, то, я думаю, что рублей на 900 бы где-то, да, наверное, меньше? Меньше. Мороженое стоит где-то, ну, 150, наверное, порция, то есть 300 рублей минус, то есть 700 рублей можно спокойно поесть. А так вкусненько все. Вот такая пробка, мы стоим уже... Ребят, мы стоим уже, наверное, полчаса, и вот мы сдвинулись, может быть, на метров 20-30, блин. Короче, мы решили, в машину сегодня не поедем, ну, и что творится там, вообще все стоит. Сегодня пятница, может, люди на даче едут, может, что, но... Не знаю, там вот ремонт моста идет, может быть, из-за этого, ну, просто вообще все стоит. Вот, автобусы стоят, вот, какого, вообще, они двигаются нисколько. Короче, мы разворачиваемся. Да, едем домой. Потому что, ну, время, ребят, что, полдевятого, мы сейчас до дома доедем, время уже будет часов в девять, наверное, как бы. А до Ашаны перейдеть здесь до часов до одиннадцати. Люди, вот, как все люди в бочке сидят в этих автобусах. Вообще, жизнь, короче, кайфа. Как-то непродуманно власти каждый год вот с этим мостом занимаются. Ну, поснимай, молодой человек на скейтборде. Может, все, убежал. Правильно, переходит дорогу. Красавчик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова